Сейчас сентябрь 45-го года. Сейчас все и начнется. Ну на самом деле все это неправда, потому что я... Я жив. Я здесь с вами. Он это я. Ибо сказано в школе для дураков, человек не может исчезнуть моментально и полностью. Прежде он превращается в отличный от себя по форме. Например, в вальс. Глупо теперь делать вид, что он это не он. Ведь это он, Алекс Соколов. На модных лыжах и в изумительных штанах. Русская литература многих подняла с колен. Соколов ставит читателей еще и на лыжи. Последние 30 лет он работал инструктором на зимних курортах. Мне всегда хотелось жить в красивых местах. Ну я, в общем, так и жил. И это одно из самых красивых мест. Гнать, дышать, бежать, бежать. Главный глагол в судьбе Соколова. Бежать в Советский Союз. Бежать по улице Велозаводской от страшных детей. Бежать от родителей. Бежать из школы. Бежать от службы в разведке. Бежать из Союза через иранскую границу. Бежать! Что еще я мог бы рассказать тебе, радость моя Марлин? А меня отправили в Кащенко, в полубуйное отделение. Это была величайшая школа вообще жизненная. Это фантастика. Это самое интересное и свободное заведение вообще в стране было. Это вертеп. Это невероятный какой-то живой театр. Такой театр сумасшедших. Где сто человек не имеют права находиться днем в палатах. И они вынуждены метаться только в длинном коридоре. Туда-сюда. И ты можешь только остановиться, стоять у стены. Просто наблюдать за этими людьми, за этими лицами. За их речами. Какие речи. А сколько людей, которые вообще находились там десятилетиями. Потому что они были и политические среди них были. Пациенты доктора Снежнепского знаменитого, так сказать, с вялотекущей шизофренией. Спасибо.